Алименты На все время, на которые присверждены платежи К примеру, если до 18 лет вышел судебный приказ Выплачивать алименты, взыскать алименты С такого, например, гражданина До 18 лет, до 18 лет в любое время можно предъявить данный судебный акт на исполнение А ребенку вот исполнилось 18 лет Можно ли опять же высудить эту сумму денег? К примеру, 18 лет исполнилось и при отсутствии задолженности по алиментам Судебный исполнитель прекращает исполнительное производство Если имеется задолженность, то пока должник не погатит задолженность Данный исполнительный документ будет на исполнение судебного исполнителя То есть, если пока полную сумму он не выплатит? Не выплатит полностью задолженность Задолженность образуется в том случае, когда, например, более трех месяцев не выплачиваются алименты Судебный исполнитель определяет задолженность и ознакомливает должника Если имеется доход, то взыскивается доход и задолженность Плюс еще текущие алименты до 18 лет. С 18 лет только задолженность судебный исполнитель взыскивает, и при погашении полной задолженности судебный исполнитель уже прекращает исполнительное производство о взыскании алиментов. Потому что тема достаточно актуальная, мне кажется, и вот эти вот некоторые моменты все-таки лучше озвучить, чтобы наши телезрители в целом понимали, какая картина должна складываться. А вот есть момент такой, да, когда из заработной платы, естественно, удерживают эту сумму денег, а вот нет у него заработной платы, нет постоянного места работы. В данном случае частному судебному исполнителю как быть? Из каких доходов он взыскивает эту сумму? Да, судебный исполнитель при отсутствии дохода, если нет заработной платы, тогда согласно нормам закона об исполнительном производстве, судебный исполнитель определяет задолженность по среднемесячной заработной плате на момент определения задолженности. То есть он определяет обязательно, какой размер среднемесячной заработной платы, и на основании этого он определяет задолженность за 3 месяца, ну и свыше. И дальше каждый квартал судебный исполнитель вносит постановление об определении задолженности, то есть сумма увеличивается, если должник не устроился на работу. Так. Все-таки есть у нас нерадивые. Чаще все-таки, конечно, именно бывшая супруга у бывшего супруга взыскивает эту сумму. Но есть такие нерадивые родители, которые, собственно, пытаются скрыть свой основной доход официальный. Они, конечно, работают, неофициально зарплату получают. Как вот в данном случае быть? Как взыскать эту сумму, если у него нет основного места работы, нет заработной платы? Ну, это непросто для судебного исполнителя, потому что судебный исполнитель исчисляет. То есть он сделает запрос. Судебный исполнитель, в общем, получается, как он возбуждает исполнительное производство в автоматизированном формационном системе органов исполнительного производства. Это такая база, с которой работают судебные исполнители. Эта база интегрирована со многими госорганами, в том числе, а также судебный исполнитель может посмотреть, есть ли пенсионное отчисление или нет. Таким образом, судебный исполнитель устанавливает, есть доход официальный или нет у должника. И если есть, то в том случае судебный исполнитель обращает взыскание, то есть он направляет, вносит восстановление обратить взыскание. То есть с этого дохода ту сумму, которая присуждена, 1,4, 1,3, 1,2 алиментов, и направляют по месту работы для взыскания этой суммы за должности. И если, например, нет официального дохода, то судебный исполнитель обращается в управление государственных доходов, запрашивает декларацию. То есть есть ли доход вообще какие-то, имеется ли вообще доходы у этого должника, наздает ли он декларацию. Но в случае отсутствия здесь, конечно, сложнее. Тут судебный исполнитель по среднем месячной заработной плате определяет задолженность. Там идет уже административная ответственность свыше трех месяцев, если имеется задолженность. Дальше уже уголовная ответственность. А потом судебные исполнители, они стараются всегда. Их главная задача исполнить исполнительные документы. То есть у нас выдается направление должникам о трудоустройстве. То есть в этом плане у нас ярмарки, всегда участвуют в ярмарках наши судебные исполнители вместе с должниками. То есть в судебном смысле, в свою очередь, все меры принимают для того, чтобы трудоустроить должника, для того, чтобы он выплачивал алименты. Но это все в добровольном порядке, да? То есть он может устроиться, согласно, ну вот пришел на ярмарку вакансий, да, предложили ему ту или иную должность, но ему не подходит заработная плата или еще что-то. Он может отказаться, то есть в обязательном порядке его не могут принудить? Нет, конечно, это все добровольно, да, в обязательном порядке не могут. Вот, ну, если отказывается, тем более, да, ну, доход предлагают ему работу, то здесь, конечно, вот, как я повторюсь, уже ранее говорила, здесь предусмотрена административная ответственность вначале. Штраф либо арест от 1 до 5 суток, далее идет уже уголовная ответственность. Ну, конечно, никто не хотел бы, наверное, иметь уголовную ответственность, но тем не менее, все-таки это определенная галочка, после которой ты не сможешь устроиться уже на более-менее приличную работу. Да, ну, очень многие, как сказать, после привлечения к ответственности, да, они уже трудоустраиваются, потому что... Еще один такой вот момент, проводится ли судебным исполнителям сверка, то есть выплатил ли в надлежащем виде полную ли сумму или все-таки какие-то остатки остались и так далее? Ну, по заявлению взыскателя судебный исполнитель не реже одного раза в квартал контролирует взыскание, да, то есть он может запросить документы определенные из бухгалтерии по месту работы, посмотреть, правильно ли удерживаются алименты. Ну, не реже одного раза в квартал судебный исполнитель обязательно осуществляет контроль по заявлению взыскателя, то есть если взыскатель обратился, судебный исполнитель обязан это сделать, осуществить контроль и проверить, правильно ли взыскивать или неправильно. Ну, в принципе, после развода решение суда есть, тем не менее, да, бывает вопрос, наверное, возникает, кто же мой судебный исполнитель, кому я могу обратиться для того, чтобы далее уже каким-то образом выходить на бывшего супруга, поскольку он не выплачивает и так далее. Ну, вот и возникает вот эта проблема. Где узнать фамилию судебного исполнителя? На сайте aisuip.adlet.gov.kz. Там есть раздел действующей часы, там есть раздел исполнительный документ посмотреть, то есть забивают ИИН, либо фамилии, имя, отчество и входят данные частного судебного исполнителя. Там указано все полностью контакты, номер телефона, где находится, где располагается данный частный судебный исполнитель, то есть все можно данные там взять. Также в разделе действующие часы. Вообще, aisuip.le.gov.kz, сайт, да, то есть там можно не только проверить своего частного судебного исполнителя, у кого на исполнение, это вообще каждому нужно знать, то есть если хочешь посмотреть, есть ли ты в реестре должников, потому что бывают такие случаи, когда граждане не знают, что, например, да, что штраф, например, да, на него выписан, что уже предъявлено принудительное исполнение к судебным исполнителям, то периодически, конечно, нужно заклядывать в реестр должников, смотреть. Если он в реестре должников, также ограничение на выезд, там можно посмотреть аресты, лезть и аресты на счета, на имущество. Достаточно просто вбить ИИН, и выходят все полностью данные на определенного гражданина, и также по частному судебному исполнителю. Если не можете найти, тоже вбивайте ИИН, и там все выходят данные, у кого на исполнение находится, с контактами исполнены полностью. Вот, кстати, реестр должников, да, обычно себя проверяют накануне выезда за рубеж, кто-то выезжает в отпуск за рубеж, летом я имею в виду, кого-то по болезни необходимо срочно выехать, и реестр должников, конечно же, проверяют. Ну вот насчет снятия ареста, в реестр должников попасть легко, а вот как, да, свою фамилию исключить из реестра вообще в целом, как снять арест с имущества, разъясните, пожалуйста. Ну, исключение средств от должников производится только в том случае, когда, например, полностью погашена задолженность, да, либо есть такая норма, истек срок для предъявления исполнительного документа. Ну, к примеру, был предъявлен исполнительный документ, он находился определенное время на исполнение у судебного исполнителя. Далее судебный исполнитель, есть ряд причин, по которым он может возвратить исполнительный документ без исполнения. То есть он его не прекращает, а возвращает без исполнения. Что дает это? Это дает право взыскателю предъявить вновь на исполнение в определенное время, которое предусмотрено законом. В основном это три года. Если штраф, например, доход государства, да, там есть штрафы, год, например, да, остальные в основном судебные акты все до трех лет можно предъявить на исполнение. Если этот срок истек для предъявления исполнения, например, в 15, 16, 17 году был возвращен исполнительный документ. Ну, любой, да, в основном. Там, о взыскании суммы какой-то, да, с физического лица в пользу физического лица, к примеру. Три года истек, он не был предъявлен на исполнение, должник может обратиться к судебному исполнительному соответствующему для того, чтобы его исключили средства должников. Судебный исполнитель составляет акт об исключении средств должников и направляет в департамент юстиции для исключения его средств должников, либо при погашении задолженности. В основном, например, вообще как попадают в аресты должников при возбуждении исполнительного производства. Когда поступает исполнительный документ на исполнение, судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство, автоматически должник попадает в аресты должников. После прекращения исполнительного производства этот должник автоматически, он исключается с ареста должников. И, соответственно, судебный смысл отменяет все аресты. Но с арестами здесь, конечно, немножко посложнее. С арестами очень тоже к нам ежедневно обращаются граждане по снятию ареста, но это наложено государственным судебным исполнителем, есть также частными. Это можно обратиться, например, в палату, либо соответствующему частному судебному исполнителю. Порядок такой же, подтверждающий документы об исполнении, о том, что исполнит данный документ, либо тоже также истек срок для предъявления исполнения, он не был предъявлен определенного времени. Ну, то есть судебный исполнитель проверяет, есть ли основания для снятия ареста или нет. Если имеются основания, судебный исполнитель выносит восстановление о снятии ареста. Если есть основания, судебный исполнитель выносит акт об исключении с ареста должников. И в течение трех дней должник исключается с ареста должников. Только хотела спросить, в течение какого времени можно исключить себя из реестров должников, потому что если вдруг выезд накануне, и человек узнает, что он находится в реестре должников, его поездка, выезд, естественно, отменяется, потому что в пределы Казахстана его уже не выпустят. Не выпустят, да. Но ограничение на выезд, там другие сроки, в течение одного дня. Ограничение на выезд снимается в случае, когда судебный исполнитель вынес постановление в отмене ограничения на выезд. Вот, кстати, следующий вопрос. На руководителя ТО, например, наложен запресс на выезд за пределы Республики Казахстан, а руководитель ТО сменился. Вот в данном случае как снять, опять же, как себя вывести? Да, тоже такие случаи очень часто бывают. Приказ о назначении руководителем другого лица и также протокол состава учредителей. Этого достаточно. И судебный исполнитель на основании приказа, он также отменяет ограничение на выезд в течение одного дня. Ну, многие все-таки думают, что все это до сих пор игры иногда, относятся несерьезно и так далее. Вот одним из вопросов является ответственность. Какая ответственность предусмотрена за неисполнение законных требований судебного исполнителя? За неисполнение именно судебного исполнителя административная ответственность, а также воспрепятствование. Если воспрепятствует, например, исполнение, судебный суд выходит на исполнение, а ему воспрепятствует в исполнении, также предусмотрена административная ответственность. То есть нужно быть крайне осторожным? Требования судебного исполнителя, да, исполнять обязательно нужно, потому что за это предусмотрена административная ответственность, за неисполнение требований судебного исполнителя. Спасибо огромное. Рассчитываю на то, что мы сегодня нашим телезрителям смогли объяснить детально вот эти моменты. Напомню, сегодня в студии была Сагимбаева Гульжана Алтаевна, заместитель руководителя Департамента юстиции Октябрьской области. Сегодня говорили об элементах. Если вдруг вы полностью не успели послушать наше интервью, вы сможете найти его на нашем YouTube-канале. Но у нас на этом все. До скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok